Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история нового времени, 19-й по начало 20-го века, 9-й класс, издательство «Просвещение». Глава первая. Эхо французской революции. Наполеоновская империя и мир. Первая треть 19-го века – бурное, необыкновенное время, когда генерал французской республики Бонапарт стал императором Наполеоном I, а затем смог покорить и преобразовать Европу. Когда французы вошли в Москву, а через два года русские солдаты вошли в Париж, и Наполеон отправился в изгнание на маленький остров Святой Елены. Когда Священный Союз Европейских монархов пытался успокоить Европу, но Европа не успокаивалась. Параграф первый. Возвышение Наполеона I от республики к империи. Термины. Всеобщая воинская повинность, кодификация, консульство, континентальная блокада. Личности. Александр I. Наполеон I Бонапарт. Горацио Нельсон. Даты. 9 ноября 1799 года. Провозглашение консульства во Франции. 1804 год. Коронация Наполеона Бонапарта. Превращение Франции в империю. 20 ноября, или по старому стилю 2 декабря 1805 года. Битва при Аустерлице. 1806 год. Прекращение существования Священной Римской империи Германской нации. Я специально уточняю, что речь идет о Священной Римской империи Германской нации. Не путайте, пожалуйста, Священную Римскую империю и Древнюю Римскую империю. Это абсолютно разные государства. 1807 год. Это подписание Тильзитского мира. От консульства к империи. К 1799 году у одного из членов директории старого правительства Франции, Сиеса, созрел план заговора. Сиес считал, что директория утратила свой авторитет и хотел выработать новый, более устойчивый общественный порядок. Узнав о планах Сиеса, Наполеон Бонапарт примкнул к заговорщикам. 9 ноября 1799 года Бонапарт с своими солдатами объявил о распуске директории и провозгласил создание консульства нового правительства во главе с Бонапартом, Сиесом и примкнувшим к ним Дюко. Была разработана новая конституция Франции. Она установила сложную систему органов законодательной власти и поставила под жесткий контроль местное самоуправление. В департаменты, то есть в области по-русски, правительство стало назначать префектов, то есть губернаторов по-нашему. Вся центральная власть оказалась в руках первого консула, и этой власти у него было значительно больше, чем у Людовика XVI по Конституции 1791 года. Декларация прав человека и гражданина и свобода печати в новой конституции не упоминались. По распоряжению Наполеона было закрыто большинство газет, а оставшиеся подставлены под жесткий контроль правительства. Сам диктатор признавался, что не читает французских газет. Он говорил, они пишут лишь то, что угодно мне. Под началом Фуше была создана тайная полиция с разветвленной сетью агентов. Но обратите внимание, создание тайной полиции не привело к террору, который был при якобинцах. То есть здесь четкая разница. Да, тайная полиция появилась, но при этом террора не было. Проводя политику национального примирения, Наполеон в 1801 году пошел на конкордат, соглашение с Папой Римским Пием VII. Католицизм признавался религией большинства французов, которую исповедуют консулы. Церкви возвращались храмы, но не земли. То есть у церкви как организации огромные земли, которые приносили прибыль церкви, были забраны. Но сами церкви при этом возвращены. И те пожертвования, которые люди оставляли в церквях, полностью уходили на благо церкви. Епископов стали назначать по приказу первого консула. Священники стали получать зарплату от государства и присягать на верность правительству. Свобода вероисповедания при этом сохранялась. Республиканский календарь, старый, со всякими брюмерами и тому подобным, действовал до 1806 года, но затем был отменен. В рамках политики примирения Наполеон провел широкую амнистию для иммигрантов. Многие из них смогли вернуться во Францию. С 1793 года во французской армии существовала всеобщая воинская повинность. Все юноши в возрасте от 20 до 25 лет были обязаны служить. Выдвижение на командные должности проводилось по заслугам, а не происхождению. Это было большое отличие. Например, в Британии там в первую очередь стояло именно происхождение. Простому человеку стать адмиралом было возможно, но очень сложно. Надо было приложить невероятные усилия. Во Франции простому человеку стать генералом или адмиралом было намного проще. Наполеон говорил, что каждый его солдат носит в ранце маршальский жезл. То есть фактически у любого солдата была возможность возвыситься и получить, например, даже дойти до офицерского звания. И это чистая правда. Но одновременно с этим Наполеону приписывают утверждение, что штыками можно сделать многое, однако на них нельзя сидеть. Ну, эта фраза означает, что можно завоевать власть штыками военной силой, но нельзя удержать власть военной силой. Правитель понимал, что устойчивость его режима зависит от экономической стабильности. Как-то он заметил, я могу обмануть и политика, и военного, но не могу обмануть хозяйку, которая ежедневно ходит на рынок. В 1800 году был создан Банк Франции, отвечавший за стабильный курс новой денежной единицы – Франка. Подтверждался закон Le Chapelier о запрете статчик и рабочих организаций. Правительство с помощью высоких таможенных барьеров проводило политику протекционизма, защищая французскую промышленность от конкуренции дешевых английских товаров и щедрой рукой раздавало государственные заказы, проявляя особую заботу о строительстве дорог, живых и общественных зданий. В результате промышленное производство стало расти, но преимущественно за счет отраслей, связанных с военным делом. И здесь, кстати, ничего странного нет. Недавно я узнал, что, к примеру, обычное ружье, которым вооружались во времена наполеоновских войн многие солдаты, входит в двадцатку самых многочисленных видов оружия, созданных на земле по единой серии – более 7 миллионов единиц. По тем временам, без нормального машинного производства на станках, произвести 7 миллионов ружей – это ж какой объем производства должен быть запредельный? В 1802 году Наполеон стал пожизненным консулом. В том же году, по примеру старых рыцарских орденов, он учредил Орден Почетного Легиона, кавалерами которого становились за особые заслуги перед Францией. В 1804 году Наполеон I торжественно короновался как император французов. Корону на него должен был возложить Пи-7, Папа Римский, но в последний момент Наполеон вырвал ее из рук Папы и надел ее себе на голову сам. Франция еще некоторое время именовалась республикой, но затем официально была империей. В истории Франции она известна как Первая империя, по той причине, что была еще Вторая империя, а республик было аж пять штук. То есть в настоящий момент во Франции Пятая республика. Не удивляйтесь этому. Были возвращены старые наследственные титулы. Герцоги, графы, маркизы, бароны. На упреки в восстановлении монархических побрякушек Наполеон ответил, что с их помощью управляют людьми. В архитектуре и прикладном искусстве утвердился величественный стиль ампир. Ампир в переводе с французского империя. За образец бралось художественные формы Римской империи, республиканская простота нравов и памятников ушла в прошлое. Вопросы. Почему Наполеон Бонапарт сумел захватить власть во Франции? По той причине, что, во-первых, он был очень известен как очень талантливый военачальник, и он действительно был очень талантливым военачальником. К тому же он был достаточно наглым и самоуверенным, чтобы захватить, собственно говоря, власть. Но при этом он не пытался сразу захватить все. Откусывал по кусочку и аккуратно пережевывал. Сначала просто консульство, потом пожизненный первый консул, только потом империя. При этом Наполеон прекрасно понимал, что экономика всегда должна стоять на первом месте, и вкладывал в экономику и развитие Франции большие средства. Тем самым укреплял собственную власть. Второй вопрос. Какие мероприятия в политике и экономике были проведены Наполеоном для укрепления государства? В политике, по сути дела, было произведено очень много самых разнообразных мероприятий. Это и широкая амнистия эмигрантов, это возвращение старых титулов, это создание тайной полиции, это серьезное наведение порядка в законодательстве. Все это были политические решения. В экономике это максимальная поддержка экономики Франции. Создание и финансирование различных военных, гражданских заказов, широкое строительство по всей стране, то есть в экономику тоже вкладывались очень большие средства. Третий вопрос. Какие фрагменты текста параграфа отражены на иллюстрациях к пункту первому? Очень просто. Например, Наполеон на императорском троне, то есть это принятие Наполеоном титула императора. Также на предыдущей странице мы видим Бонапарта первого консула. Здесь мы видим, что он в достаточно скромной такой одежде. Потом мы видим орден почетного легиона, то есть основание рыцарского ордена и многое другое. Кодификация законодательства. По инициативе и при активном участии Наполеона была разработана и в 1804 году опубликован Гражданский кодекс. До этого Франция не имела единого законодательства. Как вспоминал Наполеон, существовало от 5 до 6 тысяч томов различных постановлений, что приводило к тому, что судьи едва ли могли по совести разбирать дела и выносить приговоры. Кодификация законов позволила создать единый свод норм гражданского права. Откуда бралось 5 от 5 до 6 тысяч томов различных постановлений? Очень просто. Каждый барон, каждый граф, маркиз, виконт, герцог на своих территориях выпускал свои законы, свои постановления. И все эти постановления продолжали действовать все время существования Франции. То есть со времен Франкской империи и вплоть до Наполеона все вот эти постановления в том или ином виде продолжали работать, если не отменялись какими-то другими постановлениями. То есть единого свода законов для всей страны просто не существовало. Наведение порядка, то есть изучение всех этих постановлений, убирание старых, объединение в единое целое, все, что было дублировано и наведение порядка, это был невероятный титанический труд. Но он был сделан. И это произвело очень сильное впечатление на все страны Европы. Многие страны после этого провели аналогичную работу. Наведение порядка в законодательстве. С этого, по сути дела, начиналась активная модернизация в странах. В Гражданском кодексе при этом последовательно воплотились такие идеи, как равенство граждан перед законом, неприкосновенность личности и собственности. Права собственников в Наполеоновской Франции твердо гарантировались и защищались законом. Вместо прежнего лозунга «Свобода, равенство, братство» стал использоваться новый «Свобода, равенство и собственность». Язык кодекса был столь совершенен, что великий французский писатель Стендаль ежедневно читал его положение для улучшения своего литературного стиля. С неизбежными изменениями гражданский кодекс действует во Франции и сегодня. То есть обратите внимание, насколько же совершенную работу бы сделали во времена Наполеона, если и два века спустя кодекс, пусть и с небольшими изменениями, продолжает работать. Обратите внимание на картинку внизу. Наполеон-законодатель. Что хотел подчеркнуть художник на этой картине? Мы видим Наполеона с его кодексами, точнее с крижалью и некого старого бородатого человека с ангельскими крыльями. Здесь подразумевается, что Наполеон как бы похож на Моисея. Кто такой Моисей? Моисей дал заповеди и народу, то есть иудеям. Так вот, Наполеона сравнивали аж с самим пророком Моисеем. То есть его кодексы, как заповеди христианства, были для всей Франции. Такое вот потрясающее сравнение. Вслед за гражданским кодексом были приняты еще четыре, в том числе уголовный. Кодексы вводились на многих землях, попавших в зависимость от Франции. Они оказали сильное влияние на законодательство многих стран. Крестьяне освобождались от повинностей. В пользу землевладельцев предприниматели получали новые возможности для ведения дел. Вопросы. Чем было вызвано создание нового законодательства во Франции? Дело в том, что нормальных законов, как таковых, практически не было. Были постановления, которые копились в течение тысячелетий со времен первого появления Франкской империи. Наведение порядка в законодательстве стало одним из важнейших дел Наполеона. Причем он отнесся очень серьезно к этому делу. И надо отдать должное, создал кодексы, которые продолжают действовать в том или ином виде и по сей день во Франции. Это показывает, насколько колоссальную и качественную работу провели в то время. Естественно, что наведение порядка в законах существенно улучшило общее положение в стране. Ведь теперь не надо было опираться на решение каких-то судей. Можно было опираться на букву закона. Второй вопрос. Какие принципы были положены в основу Гражданского кодекса Наполеона? Это своеобразно. Несмотря на то, что в Конституции декларация прав человека и гражданина не упоминалась, в Гражданском кодексе положения этой самой декларации упоминались самым непосредственным образом. Ведь именно эта самая декларация, по сути, была положена в основу Гражданского кодекса Наполеона. Наполеоновские войны После прихода к власти Наполеон стремительно вторгся в Италию, разгромив австрийские войска в битве при Моренго в 1800 году и вынудил страны второй коалиции заключить мирный договор. Франции отошли Бельгия и левый берег Рейна. На севере Италии была создана зависимая от Франции республика. В 1805 году Наполеон преобразовал эту республику в итальянское королевство и вскоре короновался железной короной лангобардов, одной из древнейших европейских реликвий. Одновременно он начал раздавать зависимые от Франции территории своим многочисленным родственникам и санкционировал захват и убийство герцога Энгиенского, безобидного представителя королевской семьи бурбонов. Действия Наполеона вызвали гнев монархической Европы и привели к формированию третьей антифранцузской коалиции. Как всегда, на первом месте стояла Англия, также там были Австрия и Россия. В сражении у мыса Трафальгар английский адмирал Горацио Нельсон разгромил франко-испанский флот, но погиб сам. Однако на суше побеждали французы. Сначала Наполеон вынудил в битве при Ульме с 16 по 19 октября капитулировать австрийскую армию, а затем 2 декабря 1805 года в сражении при Аустриице разгромил русско-австрийские войска. Австрия после этого поражения вышла из войны, заключив мир на очень тяжелых для нее условиях. Личность в истории Горацио Нельсон Родился в семье священника. Несмотря на то, что рос очень болезненным, в 12 лет Нельсон поступил на морскую службу, в 19 сдал экзамен на чин лейтенанта, а в 20 командовал фрегатом. В дальнейшем он успевал послужить на Ямайке и Вест-Индии, где проявил себя непримиримым борцом с контрабандистами, наносившими ущерб британской казне. С 1793 года Нельсон участвовал в боевых действиях против Франции, неоднократно проявлял личное мужество. В боях с французами получил тяжелое ранение в глаз, лечился правой руки. В 1805 году в ходе Трафальгарской битвы Нельсон был смертельно ранен. Перед началом битвы он велел подать сигнал флагами. Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг. Свой долг храбрый адмирал видел не только в том, чтобы командовать кораблями, но и в том, чтобы вдохновлять матросов. Облаченный в парадную форму, Нельсон находился на палубе своего флагмана и стал мещенью для французского стрелка. Памятник Нельсону установлен в Лондоне на Трафальгарской площади. В 1806 году по требованию Наполеона император Франц II объявил об упразднении Священной Римской империи германской нации. Вместо нее Наполеон создал Рейнский союз из мелких немецких государств, приняв титул его протектора. Поскольку эти действия угрожали Пруссии, она выступила против Франции. Образовалась четвертая антифранцузская коалиция в виде Англии, Пруссии, России, Швеции и Саксонии. В сражениях под Йеной и Аурштеттом французы уничтожили прусскую армию и без особого сопротивления оккупировали страну. Наполеон дунул на Пруссию и Пруссии не стало, сказал об этом позже немецкий поэт Генрих Гейне. В 1806 году Наполеон подписал декрет о континентальной блокаде, запрещавшей всем зависимым от Франции государствам вести торговлю с Англией. Не имея сильного флота, Бонапарт самоверевался задушить Англию, лечив ее возможности торговать с континентальной Европой. При активной поддержке поляков французы развернули военные действия вблизи границ России. Сражения при Паутуске и Прейсиш-Эйлау не дали решающего перевеса ни одной из сторон, но в битве под Фридландом русская армия потерпела поражение. В 1807 году в ходе личного свидания Наполеона и российского императора Александра I в местечке Тильзит были заключены Тильзитский мир и союз между Францией и Россией, а также мир Франции с Пруссией. Россия признавала все завоевания Наполеона в Европе и присоединялась к континентальной блокаде по требованию Наполеона. На самом деле для России континентальные блокады и запрет торговли с Англией были очень невыгодными. Англия была крупным покупателем российского зерна, а зерно было одним из основных экспортных товаров для России. И подобное ограничение для России было очень неприятно, поэтому Россия континентальную блокаду особо-то и старалась не соблюдать, старалась обходить ее. Пруссия при этом лишалась обширных территорий, на нее налагалась огромная контрибуция. На отторгнутых от Пруссии польских землях было создано зависимое от Франции Великое Герцогство Варшавское. В 1808 году французские войска вторглись в Испанию. Новым королем Наполеон хотел сделать своего брата Жозефа. Однако в Испании французы неожиданно столкнулись с невероятно сильным сопротивлением всего населения Испании, развернувшего против завоевателей полномасштабную и всеобъемлющую партизанскую войну. По-испански это означает герилья. Многие испанцы враждебно восприняли наслаждение чуждых порядков и пренебрежение местными обычаями. Покорение Испании, причем очень ограниченное, затянулось. В 1809 году Австрия попыталась взять реванш, но в сражении при Ваграме ее войска вновь были разбиты. Австрия лишилась части польских земель на севере и выхода к морю на юге. На нее тоже была опять наложена огромная контрибуция. Далее мы видим карту, и на карте можно очень просто красными значками, красными крестиками с датами мы видим места основных сражений, которые произошли. В параграфе упоминаются, например, Аустерлиц, упоминаются Ваграм, упоминается Престиж Эйлау, Фридланд. Сейчас многие из этих мест находятся на территории либо Польши, либо Кёни, Калининградской области. Сейчас они сильно переименованы, но они все здесь на карте обозначены. К 1811 году Франция и ее император находились на вершине военного могущества. Наполеон видел себя преемником не жалкого Людовика XVI, а самого Карла Великого, ведь он вновь объединил Европу через тысячу лет. Соперниками Франции оставалась только Англия и Россия. Далее мы видим вопросы и картинку. На картинке призыв поддонщика. Это фрагмент картины. Главный персонаж картины превозглашает. Я, Винсента Доменеч, бедный поддонщик, объявляю войну Наполеону. Как это передает характер войны испанцев с французами? С французами на войну вступил весь народ. А воевать с народом, если вы не собираетесь полностью этот народ уничтожить, то есть провести геноцид, задача абсолютно бессмысленная. При этом, если вы собираетесь проводить геноцид, готовьтесь к тому, что этот геноцид вам будут вспоминать. Даже не веками, тысячелетиями вас будут тыкать носом в том, что вы где-то кого-то когда-то что-то там устроили. Так что здесь геноцид это очень плохие вещи и не стоит вообще такое никогда, даже и начинать что-то подобное. Поэтому, когда против французских войск и наполеоновской Франции встала вся Испания, стало понятно, что у Франции большие проблемы в Испании. Вопросы. Какие страны были подчинены Наполеону Бонапарту к 1811 году? Это практически вся Испания, это Бельгия, это Нидерланды, это вся современная Германия, это практически вся современная Италия, это современная Польша. Австрия оставалась относительно независимой. То есть здесь, конечно, впечатляющая совершенно территория, реально вся Европа. Второй вопрос. Какую роль играла континентальная блокада во внешней политике Наполеона? Очень и очень важную, это было главное дело Наполеона, попытка задушить Великобританию, запретив Британии торговлю. Безусловно, континентальная блокада, даже и в ограниченно выполнявшемся виде, наносила британской торговле очень серьезный ущерб. Британия была, конечно, страшно недовольна такими действиями и пыталась всеми силами эту блокаду обходить. Многие страны, кстати, активно помогали обходить континентальную блокаду, в том числе Россия, поскольку торговля с Англией была для них на самом деле очень важным торговым партнером. И лишение такой торговли наносило ущерб всем участникам. Но Наполеон Первый пытался таким образом уничтожить Британию. Ну, попытка провалилась. Вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрацию в начале параграфа. Как вы думаете, почему народ, незадолго до этого казнивший своего короля, спокойно воспринял коронацию Наполеона? По той причине, что к тому моменту бардак во Франции уже настолько всем надоел, что сами французы с превеликой радостью были готовы принять кого угодно, лишь бы этот кто-то навел в стране порядок. Наполеон последовательно наводил во Франции порядок и улучшал экономическую ситуацию. Поэтому население очень благосклонно восприняло его коронацию и не обратило на это особого внимания. Второй вопрос. Установите хронологическую последовательность событий. Тильзитский мир. Введение континентальной блокады. Установление консульства. Битва при Аустерлице. Принятие Наполеоном титула императора. В самом начале установление консульства. Далее принятие Наполеоном титула императора. После этого введение континентальной блокады. Далее битва при Аустерлице. После этого в самом конце Тильзитский мир. Далее таблица, где мы видим все антифранцузские коалиции. Их было много, начиная с 1, 2, 3, 4. Всегда в этих коалициях в обязательном порядке находилась Великобритания. Она была участницей всех антифранцузских коалиций. А вот Россия далеко не всегда входила в те или иные коалиции. Причины войн были самыми разнообразными. У первой коалиции это казнь короля. У второй коалиции это уже начало общих войн и широкий захват территорий. Третья коалиция это уже действия на самого Наполеона. Четвертая коалиция это фактически присоединение всех германских земель. Основных сражений там тоже много. Итоги войн у всех четырех коалиций это победа Франции и разгром противников. Прочитайте, далее четвертая, прочитайте отрывок из воспоминания русского офицера Давыдова. Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем и администратором, пылавшим лучами ослепительного орела дивной, почти баснословной жизни с завоевателем всей Европы, два раза поразившим нашу армию и стоявшим на границе России. Вопросы, какие заслуги Наполеона отмечает автор. Он очень четко показывает, что Наполеон полководец, политик, законодатель и администратор. То есть очень талантливый человек и очень умный. Подтвердите конкретными примерами. Это сделано. О каких поражениях русской армии говорит Давыдов? Это поражение при Прессе Шейлау, при Фридланде. Как раз таки там два серьезных поражения было. Далее, прочитайте отрывок из книги отечественного историка Тарле «Наполеон». Уже через два месяца после битвы при Моренго и через несколько недель после своего возвращения из Италии, первый консул издал постановление об образовании комиссии для выработки проекта гражданского свода закона, который должен был стать краеугольным камнем всего юридического быта Франции и завоеванных ею земель. О каком понятии, встречающемся в параграфе, идет речь? Понятие «кодификация». Именно так называется наведение порядка в законах. Кодификация. Шестое. В чем значение гражданского кодекса Наполеона для французского права и правовых систем других стран? Во-первых, сам факт наведения порядка в законах очень показателен. Второе, показателен сам кодекс, ведь в его основу была положена декорация прав человека и гражданина. Этот кодекс стал невероятно прорывным и передовым для своего времени. То, что он продолжает действовать по сей день, показывает, насколько качественную работу провели в то время юристы и законодатели. И этот самый кодекс стал основой для очень многих других кодексов в других странах. Далее. Седьмое. Какое сражение, упомянутое в тексте параграфа, получило название «Битва трех императоров»? Это сражение, где Наполеон, уже будучи императором Франции, разгромил русско-австрийские войска. Во главе России император, в то время уже Александр I, во главе Австрии в то время тоже стоял император. То есть это и было сражение «Битва трех императоров». Далее. Значит, восьмое. Используя дополнительные источники информации, расскажите об одном из сражений Наполеоновских войн до 1811 года. По плану. Ну, собственно говоря, если вам это зададут, можете попробовать это сделать. Например, сражения при Фридланде, сражения при Прессе Шейлау. Их много. Девятое. Подготовьте развернутый ответ по теме «Франция от Первой Республики к Первой Империи». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать тему. То есть на самом первом месте вам надо именно план составить, а не сам по себе ответ. Вот и все, собственно говоря. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Почему Наполеон смог подчинить всю континентальную Европу? Ну, здесь, конечно, очень своеобразно. По той причине, что Наполеон действительно был очень умным человеком, очень талантливым военачальником. И что немаловажно, Франция при нем стала очень сильным государством, которое смогло действительно своей огромной армией завоевать всю Европу. При этом, несмотря на то, что против Франции действовали полноценные союзы очень сильных противников, они ничего не смогли противопоставить Франции. Противопоставить в первую очередь самому Наполеону, как военачальнику и политику. Наполеон был очень умным человеком. Если бы он не поперся в Россию, возможно, сейчас мы жили бы в совершенно другом мире.